Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о достаточно новом анализе – это ПЦР-анализ на грибы с кожей. Действительно, грибки часто присутствуют в соскобах кожи. И если раньше главным методом их обнаружения было микроскопическое исследование с помощью сбора чешуек кожи, то сейчас точно такие же чешуйки можно направить на ПЦР-анализ. ПЦР-анализ смотрит так называемые частички ДНК, в нашем случае это грибов. В принципе, теоретически можно ПЦР-анализом диагностировать не только грибы, но и бактерии. И естественно, что вирусы – все это входит в ПЦР-диагностику тех же самых половых инфекций. В нашем случае я хотел бы вам показать пациента. Соответственно, у него в межпальцевой складке имеется зуд, имеется шелушение, имеется сухость, трещина. Ну и предварительно была диагностирована межпальцевая дерматофития или межпальцевое поражение грибком. Естественно, что здесь большая склонность к хроническому течению, так называемая сквамозная чешуйчатая форма. Она склонна к длительному течению, хроническому зуду и может также переходить на другие участки кожи, порушить постепенно ногти. Поэтому, учитывая, что такие прикладки кожи к ногтям лечатся довольно дорого и, соответственно, проблемны для печени, потому что чаще всего употребляются разные таблетки противогрибковые, то здесь есть возможность подлечить наружно. И ПЦР-анализ на грибы является как никогда четким и понятным. Причем в ПЦР-анализах указывает и вид грибка. В нашем случае мы взяли чешуйки с помощью обычного стекла или не очень острого скальпеля. Счищаются они в пробирочку, как показано на рисунке. Соответственно, такой анализ как ПЦР-анализ делается, как правило, от 1 до 4 дней. Как правило, это 2-3 дня. Это достаточно быстро. Плюс его в том, что он исключает практически полностью человеческий фактор. Поэтому мы можем случайно не обнаружить такие вещи, как различные кандиды, такие вещи, как различные грибки блесневые, которые не являются истинными патогенами. Что достаточно хорошо для нас. И выяснить классические грибы, которые являются возбудителями в нашем случае межпальцевой дерматофитии. В этом случае обнаружен конкретно трихофитон рубрум, красный трихофитон. Вот это достаточно частый возбудитель микозов. Ну и в большинстве случаев, в частности, здесь чувствительности на противогрибковые препараты не нужно. Почему? Потому что на самом деле противогрибковых препаратов всего два, которые широко применяются. Поэтому, в принципе, сеять на два препарата достаточно глупо. В общем-то и целом, здесь как бы я имею в виду из внутренних препаратов, которые назначаются именно внутрь. Поэтому здесь, в общем-то, нужно, можно и нужно непосредственно попробовать сначала наружное лечение в течение двух недель, нанесение крема, спрея и затем уже приступать, при неудачах, к внутреннему лечению. Ну и также этот метод хорош и для контрольного исследования. Естественно, что после того, как мы пролечили и продезинфицировали обувь, носки, нам необходимо контрольное исследование. Данный метод также хорош, потому что он позволяет улавливать минимальной концентрации грибов. Поэтому этот метод ПЦР-анализа грибков широко используется в нашей клинике и крайне полезен для диагностики, в том числе грибковой инфекции, а не только половых инфекций. При наличии различных высыпаний, которые могут иметь грибковую непосредственно этиологию, причину, вы можете обратиться к драматологам нашего медицинского центра «Платный КВД» в Москве. У нас принимает грамотный специалист, который занимается диагностикой лечения кожных болезней. Увидеть данные фотографии в более хорошем качестве вы можете на нашем сайте в разделе «Клинические случаи». Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok